Дорогие друзья, сегодня мы разговариваем про Объединенные Арабские Эмираты. У нас в гостях Анна Распутняк, заслуженный мастер спорта РФ, абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу. Здравствуйте, Анна. Казалось бы, где связь Арабские Эмираты и заслуженный мастер спорта? Ну, сейчас будем выяснять. Во-первых, Анна, здравствуйте. Да что оно у вас надето такое? Это местная одежда арабов. Называется это накидка платья Абая. Черного цвета, я могу даже привстать, показать. Ну, данная Абая с дизайном, с бусинками. А вообще они бывают разные. Традиционный цвет Абая черный, но также вы можете встретить и комбинированные цвета, и различные отделки, вышивка кружевами, бусинками, стразами сваровски и так далее. Так, это куда в ней ходить-то? Всегда? Настоящие арабки, ну, местные жители, мусульманки, по традиции они обязаны закрываться от мужских глаз. Потому что на Востоке женщина – это драгоценность, как бриллиант, и его нужно от всех прятать. То есть все должно быть закрыто, и волосы в том числе. Всегда? Да, на улице. А дома, пожалуйста, можете открываться. Все ясно. Хорошо. Ну, то есть вы также ходите в арабки? Иногда, если честно, удобно, потому что можно эту накидку надеть на любую одежду, которая под ней, неважно, в шортах вы или в майке дома ходите. Накинули, и вы уже в пристойном виде. Ну, все-таки вот вы не с пустыми руками, да, у нас здесь вот книга, называется «Объединенные Арабские Эмираты глазами сибирячки». Да. Так, чья это книга? Это моя книга. Это вы написали прямо сами? Сама. Так, как так получилось? Вы знаете, природа – вещь очень сильная. Есть такое понятие, как гены, которые передаются от родителей и от родственников. Вот мой папа, он и журналист, и архитектор, и спортсмен. Мама тоже. От мамы тоже гены передались. Танцы и так далее. Вот. И поэтому желание возникло просто само собой, потому что я люблю эту страну уже на протяжении шести лет. Когда ездила туристкой первый раз, второй раз, я писала отзыв. Своего рода напоминание мне о своих впечатлениях с фотографиями. То есть были уже часть статей, подготовленных заранее. Потом мне пришла идея, что я их могу все проанализировать, структурировать, дополнить информацию и выпустить книгу именно для россиян, чтобы дать им понять вообще, что такое Арабские Эмираты, как они живут. И эта книга уникальна, потому что в Эмиратах живет много людей разных национальностей. Вообще, по статистике, 242 национальности с разных стран мира. Но не каждый вхож в дом именно настоящих арабов-граждан. Мне вот посчастливилось побывать два раза на свадьбе у местных жителей. Так. Также съездить на соколиную охоту с шейхом. Ну и другие различные мероприятия. Во-первых, давайте начнем сначала. Как вам посчастливилось? Почему? Я работала в тренажерном зале тренером. И девушка, которая у меня тренировалась, местная в Абу-Даби, она пригласила меня первый раз на свадьбу своей сестры. Я спросила, что нужно дарить из подарков. Она говорит, Аня, ничего не надо, у нас так не принято. Ну и, конечно, для меня это было большой неожиданностью. Нет, все это правда. Гостей было 500 человек. Представьте себе. Только женщины. Обслуживающий персонал только женщины. Почему только женщины? Фотографы, женщины, видеооператоры. Ну, у них так, понимаете? Потому что, опять же, по традиции, что женщины должны быть покрыты и накрыты в Абаях, а праздник все-таки свадьба торжественный, веселый, яркий. Поэтому дамы предпочитают приходить в красивых нарядах. И они, естественно, открыты в вечерних платьях. Поэтому, чтобы их никто не видел. Они отмечают свадьбу отдельно. А жених-то есть там? Жених приезжал позже. Да, и когда приехал жених, все дамы приоделись в Абай, но не такие плотные, кружевные. У них есть несколько типов Абай, в том числе нарядная вечерняя Абай, которую они используют на дни рождения, на свадьбы. Она гипюровая, тоже с камушками, с различными отделками и так далее. Вот. То есть они накрыли волосы свои, накрыли свое тело, и был жених. Но это уже было в конце. Понятно. А вот сама свадьба там что делают? Ну, кушают и пьют. Но единственное, что нет спиртного, конечно, а так очень много еды, напитков разных. Да, что еще там отличительная черта какая? Типа официантки девушка, она еще проносит много раз парфюм. То есть вы, наверное, знаете, что Восток славится ароматами. У них есть определенная нотка, которая присутствует почти в каждом парфюме. Аут называется. Агаровое дерево. Специфическое. Она такая сильная, стойкая. Вот. Поэтому пока вы кушаете, пьете, очень часто проходит официант. Причем бутыли с парфюмом примерно по одному литру. Очень большие. И при желании вы можете на себя нанести аромат, она уходит. Так очень много раз. Она продает или что ли? Нет, нет, нет. Просто на себя нанести парфюм. И еще бахур. Бахур вы, наверное, не знаете. Наверное, нет. Это такая курительница, где поджигается, я не знаю, как правильно это сказать, может быть, или кора дерева или что-то пропитанное ароматом. То есть она дымит, ее поджигают. Дымит, как вот в церкви Ладан. А, ну понятно. Ну, типа того. Только дымит вот именно ароматом. И тоже вам ее подносят, вы на себя так направляете. Вот ароматный воздух и уходит. Вот. Хорошо, ну давайте тогда все-таки перейдем к книге. Про свадьбу у вас, кстати, здесь, по-моему, нет. Конечно, есть. И с фотографиями. Единственное, меня попросили, чтобы я не фотографировала невесту, чтобы эта фотография нигде не появилась в интернете. Поэтому невесты нет. Но скажу вам так, что свадьба, конечно, шикарная. Шикарные наряды. Очень много на женщинах украшений с бриллиантом. Нет, не так я сказала. Это боджи, да? Не украшений с бриллиантом, а бриллиантовых ожерельей, колье, кольца, сережки. Ой, 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 ой. Все при вечернем освещении мерцает, сверкает. Очень красиво. И сама невеста, конечно же. То есть на ней обычное платье. Я имею в виду открытые плечи, длинный шлейф метров пять, который несут по сцене. Ну, конечно, очень интересно. Очень красиво. Так, ну давайте по главам пройдемся, что тут интересного. Ну, моя первая поездка, например. Так, что за первая поездка? Первая поездка моя была шесть лет назад в качестве туристки. Как получилось? Я полетела отдыхать. Выбирали как-то? Знаете, очень интересно получилось. Я планировала съездить в Таиланд. Я там никогда не была. Ну и в общем, когда подошло время покупать тур, по-моему, не было билетов на самолет. И девушка, тура оператор сказала, а почему бы вам не поехать в Арабские Эмираты? На тот момент времени я ничего про них не знала. Я знала, что есть такая страна. Слышала какое-то название шейхи. И все. Я говорю, хорошо, я поеду. И вот когда мы прилетели туда, только вышла я из двери самолета, я поняла, что вы знаете, как рыбу в воду поместить, чувствую, что мне здесь прям нравится. А вы одна туда путете? С приятельницей. Хотя я ничего не видела вообще. И ничего не знала. Ну а потом, когда уже побывая, побывав и в Шаржи, и в Дубае, я была, честно сказать, восхищена всем. И когда вернулась в Россию, я первым делом открыла интернет и стала изучать историю. Что же вообще такое? Почему я ничего об этом не знала? Люди живут так замечательно и прекрасно. Поэтому в книге я, естественно, добавила главу по истории. Ну и большую часть уделила, конечно же, правящей династии именно Эмирата Дубай. Потому что в Арабских Эмиратах Эмиратов 7, но Дубай он отличительный. Он более развит для туризма. Поэтому основные достопримечательности, самые потрясающие в мире, они, конечно же, в Дубае. Хорошо. Ну вот это, получается, первая поездка. А если вот я первый раз поеду, куда? Куда сходить? Считайте книжку. А, то есть все здесь написано. Здесь есть глава, да. Я делюсь своими впечатлениями, то есть те достопримечательности, которые на меня производят наибольшее впечатление, я рекомендую. Причем также указываю ссылки, где можно приобрести билет без всяких посредников. Ну и рекомендации, конечно же, информация, чтобы вы уже знали, какие места заинтересуют именно вас. Так, чем отличалась первая поездка от второй и третьей? Тут почему-то по главам идет. Ну, первая поездка, я жила, во-первых, не в самом Дубае, а в Шарже. Это другой Эмират, расположенный рядом с Дубаем. Он другой, конечно же, вот. А Дубай все-таки, я как уже сказала, то есть он полон всех достопримечательностей благодаря правителям, у которых девиз такой. Дубай номер один в мире. То есть это как книга рекордов Гиннеса. Самое высокое здание, самые лучшие фонтаны, самый большой аквариум в магазине и так далее. Самый большой парк цветов и так далее. И когда его спросили, я читала, кстати, две его книги, потому что мне было очень интересно. Что же там за правитель, где люди живут хорошо? Нет. Первая страница его книги гласит о том, что задача правительства сделать все возможное для счастливой жизни граждан, что, собственно говоря, он и делает. Причем в Дубае есть министерство счастья. В Дубае есть очень много терминалов, где собирают обратную связь от людей. То есть насколько вы удовлетворены сервисом. Улыбка нейтрально, либо нет. То есть делается все, чтобы улучшать, улучшать и улучшать. Хорошо, давайте мы прервемся для небольшого информационного блока, а дальше продолжим беседу об Арабских Эмиратах. Мы продолжаем общаться с Анной Распутняк, практически уже коренной жительницей Арабских Эмиратов, но все-таки не забывающей про нас, про Россию. Однозначно. Ну и у меня такой вопрос. Существуют мифы различные в России об Арабских Эмиратах. Скажите, какие правдивы, какие нет? Четыре жены, такое бывает. Такое есть, да? Я специально в этой книге разместила интервью с местным жителем. Так. Местный, я имею в виду, гражданин Арабских Эмиратов. И на вопрос о том, можно ли и вообще у всех ли арабов четыре жены, получила такой ответ, что, конечно же, нет. По религии, им допускается иметь четыре жены. Допускается. Но у них у всех по пять. Ну нет, вы знаете, он сказал это накладно сейчас, даже для арабов. Очень редко, очень редко, если есть две жены. Ну, про четыре я даже вообще не говорю. Вот. А раньше было такое? Ну, нет, нет, нет. Я не знаю, сейчас все меняется. То есть он сказал... Дело в том, что по традиции, опять же, все четыре жены, если их четыре, они должны жить в равных условиях. И мужчина должен тратить вплоть до единого дирхама поровну на всех. То есть, если одной купил виллу, там, за какую-то определенную сумму денег, то и второй надо купить, третий и четвертый. Чтоб другая не обидела. Да. А девушки, женщины там не работают? Работают. А мужчины тоже работают? Да, основная масса людей, все работают. У кого-то свой бизнес, есть правительственные места, допустим, когда вы проходите паспортный контроль в аэропорту, то есть на такой должности только местный араб. В полиции, допустим, дежурные в метро постоянно стоят. Это арабы, да. Ну, у кого-то свой бизнес, конечно же. Так, а почему тогда женщина сама себе не может виллу купить? Она может. По традиции, опять же, из интервью с местным жителем, женщина те деньги, которые зарабатывает, она может тратить только на себя. А мужчина обязан содержать и себя, и детей, и жену. Вот так. Жена королева, мне так сказали. Так, дальше. Миф про то, что, ну, миф или реальность, не знаю, счет в банке на ребенка сразу денег много дают. Да, да, я тоже такое слышала, поэтому я тоже задавала вопросы, причем не одному местному, а нескольким людям. На такой вопрос я получила ответ нет. Никакой счет, никто не открывает, никакие деньги не кладутся. А кто это придумал? Вопрос не знаю кто. Поэтому я противница любых мифов, знаете, поэтому я поместила именно интервью и с фактами. Я люблю факты всегда, а не просто так, точки зрения. Вот еще слышал такое, что нельзя спать на улице там. На улице? Ну, вообще там бомжей нет. Их бы депортировали. Депортировали в Россию? Потому что, чтобы жить в Арабских Эмиратах, должна быть виза, либо туристическая, либо резидент, если вы работаете с компанией. То есть, так просто так вас... Ну, я думаю, что вас в полицию заберут на допрос. Ну, там же тепло, почему бы не поспать на лавочке? Ну, я не знаю. Может быть, где-то и можно, но я не встречала спящих. Не видели такого. А вот есть люди, которые с верблюдами там ходят? Ходят? Они разводят их или что? Вообще, кстати, в Арабских Эмиратах есть три предназначения верблюдов. Первое – это мясо молочное. Есть фермы, где верблюды дают молоко, из молока делают мороженое, молоко продают и так далее. Вторые верблюды для скачек. Есть верблюжьи скачки, это национальная традиция, да. А третьи верблюды участвуют в конкурсах красоты. Да. А по поводу того, что вы говорите, по улицам ходят. Не по улицам, есть на пляже, допустим, верблюды три, они живут там и выходят для туристов. Как проходит конкурс красоты для верблюдов? А, я не была там еще пока, но хотелось бы, кстати. Ага, так, ладно, дальше на пляжах. На пляже есть такое, ну, это опять же для туристов сделано, когда ходят верблюды, вы можете сфотографироваться, на нем прокатиться. Хорошо, я просто слышал, что вот те, кто разводят верблюдов, ну, видимо, мясомолочные или как, они, если откажутся от своей деятельности, то им дают квартиру, нет? Я не слышала. Не слышали такого. Я вообще хочу сказать про квартиры, что государство поддерживает своих жителей, особенно молодым семьям, дают землю, и в определенный период времени, в книге написано подробней, семья должна построить дом. Если она не строит в определенный промежуток времени, то землю отзывают. Ага, подождите, а построить дом, в смысле, он обычный дом, частный? Местные живут на виллах, как правило, то есть квартиры для, ну, потому что это все... А вот эти дома, это что? Здесь я живу. О, точно вон там, в окне. А это бурш-хали, про нее расскажу вам попозже. Дело в том, что у местных обычно много детей, то есть квартиры, как у нас в России, двухкомнатные, трехкомнатные, там это совсем недостаточно. Но я вам могу сказать примерно. То есть если семья, вот, допустим, я тренировала одну даму, она, муж, трое детей, они живут на вилле, двухэтажный дом, ну, достаточно-таки большой, на второй этаж лифт, чтобы вы не напрягались. Нормально. Плюс обслуживающий персонал. Есть няни за детьми, есть тот, кто помогает готовить кушать, по подъезду. Ну, и они тоже готовят. Плюс два-три водителя, пять-шесть машин на семью. То есть это обычная такая ситуация. И чем же он занимается? Или она? Ну, это жена не работает, а муж, честно говоря, точно не знаю. Но можно спросить. Конечно, сейчас он же здесь. Ну, ее родственник, скажем так, у него компания кофе, кофе-чай. А как вообще, чем преимущественно там живут люди? Ну, то есть там... Кто именно? Ну, люди простые, вот, кто, чем зарабатывают? Там очень много людей живет. Как я уже сказала, если посмотреть структуру населения Арабских Эмиратов, всего 15% местных коренных жителей, 85% приезжих, 242% национальности. То есть все, смотря кто. Филиппинцы, это обычно такие должности. Продавцы, возможно, какие-то рекламные акции компании. То есть они очень такие трудолюбивые, дешевая рабочая сила, в принципе. Вот. А так много разных компаний, бизнес и так далее. Американцы, британцы, они, естественно, будут уже не продавцами работать, а на других должностях. А вот про бизнес, кстати, слышал, что там нельзя быть директором, если ты открыл... Нет, 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 не совсем так. Вы заключаете как договор с местным. То есть у местного будет 50% вашего бизнеса, у вас 49%. И определенную сумму вместо налогов вы ему отдаете. Ну, я не слышала таких случаев. Там есть суд, я, кстати, один раз тоже туда обращалась, по защите прав трудящихся. Зачем вы тут обращались? Не хочу об этом говорить. Я же за справедливость всегда понимаю. Ну, вы никого не убили? Да нет, конечно же. Я миролюбивый гражданин. Вот. То есть там, неважно, локал ты или приезжий, то есть закон на стороне справедливости. А какой язык там? Люди общаются на английском. Все? Все. Причем часто задают вопрос, а почему русские не говорят по-английски? Таксисты, допустим, меня часто задают. Мне задают вопрос. В смысле в России почему не говорят? Да нет же. Когда приезжают, допустим, в Арабские Эмираты, вопрос такой, почему русские люди не знают английского языка? А, изначально. Что вы именно это отвечаете? Ну, я говорю, я не знаю почему. А вы знаете английский язык? Ну, я как-то в школе училась хорошо. А, ну вы сразу уже приехали? Благодаря учительнице, да, я не знаю почему. А русских, кстати, там много? Много, там всех много. Да, вы можете общаться на русском языке, и вы не поймете, что вы в арабской стране. Понятно. Так, ну давайте дальше тогда про книжку. Что это за буржи-ал-араб? Ай, это бурж-ал-араб. А я как сказал? Вы, наверное, видели. Ну, вы почти правильно. Да. А, может быть, у нас есть на фотографии, может быть, нет. Это единственный в мире 7-звездочный отель. 7? Да, обычно самый максимальный рейтинг 5 звезд, но буржи-ал-араб 7. Это тоже идея и детище шейха Мухаммеда, правителя Дубая. Отель, во-первых, необычный по дизайну. Он напоминает как парус. Парус его называют в простонародье. Да, вы видели, это символ Дубая. Ну, конечно же. Вот. Ну и, конечно же, там очень специфический дизайн внутри. Я его даже не знаю, как описать. Самобытный такой. Таких больше нет. И самый высокий атриумный вестибюль. То есть, если вы заходите, до самого потолка 185 метров. То есть, он самый высокий в мире. Ну и, конечно же, сервис. То есть, все очень интересно. И построен он на Насыпном острове. То есть, не на побережье, а 270 метров. Мостик идет, и вот стоит обособленный этот отель. Куда просто так люди не попадут. Друзья, ну, после такого рассказа вам наверняка обязательно захочется посетить Объединенные Арабские Эмираты. Напоминаю, что у нас в гостях была Анна Распутняк, заслуженный мастер спорта РФ, абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу. Спасибо, Анна. Спасибо.